Приветствую вас, давайте разберем ваши вопросы. Посоветуйте, пожалуйста, как поступить. Я по образованию экономист, три года была в декретном отпуске. Вышла на работу полгода назад. Работать не получается, очень тяжело. Как будто я никогда не работала и не училась. Что-то забыла, много нового внедрилось, другие требования. Чувствую себя очень тупой. Мне очень стыдно из-за того, что я утратила весь опыт и знания. Не могу понять, как такое могло произойти. Почему я так отупела в декрете. Терпеть, ждать дальше, что снова научился и поумнею. Или уволиться и искать работу попроще. Мне кажется, что я ни на что не гожусь. Меня с страченными знаниями никуда не возьмут работать. Есть мысль уволиться и пойти учиться на какие-нибудь курсы по профилю. Или совсем другое направление выбрать. Потом искать новую работу. Но неуверенность в себе и страх все равно. Ничего у меня не получится. Все тормозит. Что мне делать? Советуйте. Ну, здесь, как мне кажется, все достаточно на поверхности. То есть, у вас есть неуверенность в себе, у вас есть страх и, соответственно, логично, что работать нужно с ними. За страхом и с неуверенностью в себе. Это очевидно. То есть, согласитесь, немного странно звучит. Вы говорите, посоветуйте, что мне делать, да, а сами пишите про то, что у вас неуверенность в себе и страх. И еще стыд. И еще стыд. То есть, вам не... вам совет не поможет. Помимо того, что психологи не дают советов. Вот. То есть, мы вам не можем дать совет. Потому что это ваша жизнь и вам решают, как жить-то. Вот. Понимаете? Какая штука. Поэтому я бы, конечно, вот, в первую очередь как-то обратил бы внимание на вот то, что вы говорите. Как раз на ваши страхи, как раз на вашу неуверенность в себе, на вот то, что было, скорее всего, у вас изначально. Что касается стыда. Со стыдом интереснее, потому что в данном контексте я бы сказал, что не совсем понятно. Вот. Откуда у вас, ну, появился, собственно, стыд. Да? То есть, ну, был ли он у вас, например, всегда? Я имею ввиду стыд. Или, или вы начали чувствовать его только, только сейчас, только сейчас? Условно говоря, по прошествии, ну, вот, какого-то времени, то есть тут опять же есть свои нюансы. Вот. Что смущает? Смущает то, что вы говорите про ожидать. То есть я буду ждать пока вот мои навыки, да, не появятся. Ну, они же не пассивное что-то по отношению к вам, вот. А вполне себе активно по отношению к вам, вот. И в этом смысле, в этом смысле, в этом смысле, вопрос заключается в том, как мне кажется, насколько вам интересно, интересно работать. Ну, вот, насколько вам интересно делать, условно говоря, то, что вы делаете. Потому что лично мне показалось, что не особо вам это интересно. Лично мне так показалось. То есть мне показалось, что вы, в принципе, легко могли бы свою работу сменить, вот. Мне показалось, что за свою работу особенно вы не держитесь. Вот. Ну, мне так показалось, показалось, повторюсь. Я не знаю, я могу ошибаться. Вот. Ну, ну вот. В данном, в данном случае. Но мне показалось так, что вы не очень за неё держитесь. Вот. Значит, возникает вопрос о том, насколько она вам интересна. Да? Вот. Насколько она вас привлекает, интересует и так далее. И привлекает ли она вас, ну, ваша работа вообще. Да? То есть, как бы, интересует ли она вас? Если интересует хорошо. Если, вот, так вышло, что за это время у вас изменились, взгляды изменились, предпочтения, приоритеты, ценности, то, конечно, имеет смысл это учитывать. Вот. Ну, потому что, если вы изменились, а декрет, декрет мог вас изменить. Вот. Могли измениться ваши ценности, взгляды. Опять же. Вот. Тут нужно уже что-то менять. То есть, для начала необходимо определить суть. Суть вашей, скажем так, ситуации. Суть вашей, скажем так, проблематики. Потому что, я пока не очень понимаю, что послужило причиной вашего апопения. Вашего апопения, как вы говорите. Возможно, это только предположение. Возможно. Все дело в том, что вам изначально ваша работа, я хочу сказать, чтобы нравилась. Вот. А сейчас, как бы, ситуация изменилась. Вот. Сейчас изменились ваши, скажем так, предпочтения. Вот. Изменились сейчас ваши взгляды. Вот. Понимаете, да? Поэтому, работать с страхами, тревогой и самооценкой, в первую очередь, необходимо. Потому что, кажется, что это напрямую влияет на то, что вы делаете, на то, как вы делаете. И также, кажется, что вы какие-то из своих чувств и эмоций просто-напросто подавляете и сдерживаете. Страх, что не получится, страх неудачи и так далее, выказывает то, что вы, как будто бы в целом, больше ориентированы именно на результат. Вот. Но не на процесс. Вот. То есть процесс, как будто бы вам особенно не интересен. Вот. А центрируетесь в основном вы именно на цели, на результате, на том, что бы вот, что бы получилось. Оно-то, может быть, и получится. Конечно. Только вопрос заключается в том, а что дальше. Вы не понимаете, да? Поэтому, чтобы вы не участвовали в такой, я бы сказал, постоянной гонке, нужно как-то взращивать... Своё живое отношение к тому, что вы делаете. Тому, чем вы занимаетесь. Вот. Я повторюсь. Именно живое. А не механическое. Не механическое. Как сейчас. Понимаете? Вот. Вот. Ну, то, что в какой-то степени вы, получается, не добираете себе, это очевидно. Потому что даже у нас вы, как-то вот спрашиваете совет, да? То есть, ну, даже у нас пытаетесь спросить, как вам себя вести, и даже у нас пытаетесь, ну, намаз, точнее, пытаетесь опереться. Вот. То есть, это не доверие себе. Вот. Многие упираются также ещё в мотивацию. Об этом частично я сказал, но скажу ещё. Всё. Вот вы на работу вышли зачем? Чтобы что? Что вы хотите? Что вам важно? Вот. Именно в рамках, в рамках мотивов, то есть, для чего. Понимаете? Понимаете, да? Вот это то, на что сейчас нужно обратить ваше внимание. Конечно, после перерыва всегда трудно. Это факт. После перерыва всегда тяжело. Это верно. А вы говорите о том, что полгода назад вы вышли, то есть, полгода. Полгода. Получается, вам уже тяжело. И, на мой взгляд, что-то мешает. Возможно ли, что мешает именно нежелание работать? То есть, возможно ли, что вам мешает именно то, что не очень хочется работать? Возможно. Возможно. Может быть, есть что-то ещё, о чём мы не знаем. А, пока что. Ну, то есть, вот, может быть, есть какие-то львовцы, да, на которые, вот, пока что вы просто не обращаете своё внимание. Вот. Такая ситуация, в принципе, более чем возможна, более чем реальна. Просто нужно это исследовать. Вот. Ну, и определиться, что вам делать, чтобы что-то. Такое ощущение, что из попалки, как будто бы вы работаете. Не хочется вам особо. Отсюда и проблема, как мне кажется. Ну, это всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Удачи. Удачи.